Мне не видно, что там происходит. Куда она, Асташа? Спокойно, малой. Как выберемся из бревна, начну всех дубасить, и мы сбежим! Давай, подходи! Кто на меня? Мартышки не просто кулачники, они еще пинальщики, бодальщики, беспредельщики, зубальщики, неприбивайки, качки, хвостобойцы, душехвосты, хвостовисы, веслозубы, мордашорсты, мозгодавы, и один жутко сглазик. Очевидно, они общаются на этаком языке кулаков. Но ты-то им не владеешь, а, умник? Не владею, но освою за пару месяцев заточения. Я знаю их язык. Владею в совершенстве. Да ну, невероятно. Ой-ой, как же неохота. Не самый приятный язык. Здравствуйте. Нельзя ли узнать? Так-так. Ясно. Ну, что он говорит? Они сердятся, поскольку Фил нарушил договоренность. Глупости! У нас никакой договоренности не было! А еще им хочется бананов. Да, бананы — это очень вкусно. Только мы-то тут при чем? А еще можно один вопросик? Жизнь была другой. Много лун тому назад. Ох, рассказ будет очень долгий. Наш мир был похож на рай. Повсюду журчала вода. С деревьев свисали гроздья бананов. У нас было искусство, политика, экономика. Но самое главное — бананы. Много-много бананов. А в полнолуние за ними являлся огромный монстр. Славные были времена. Стой. Эм, кто являлся? Нельзя ли повторить? Нет, нельзя повторить! Так вот, значит, все было славно. Но однажды, по непонятной причине, ушла вся вода. А вслед за этим исчезли и бананы. А вот монстр никуда не делся. Нет, он снова пришел за бананами. А бананов-то и нет. Короче говоря, им очень нужны бананы. Монстры, бананы. Очевидно же, в чем вся проблема. В том, что не стало водных ресурсов. Малой, переведи слово в слово. Я, Филипп Беттерман, собственноручно превратил пустыню в цветущий оазис, перенаправив воду с высоких гор. А конкретно вон, оттуда. Стой, малой, не переводи. Поздно. Это все он! Украл вашу воду, съел бананы и разрушил цивилизацию. Хватит не сметь шкурками швыряться. А-а-а, куда вам глупые мартышки против моего интеллекта? Как видите, Беттерман чертовский умен, а значит, вооружен. Тыц-тыц. Ну ты мозг, Фил.